Друзья, одну минуту вашего времени. В этой коробке спонсор этого выпуска. И это телефонный держатель электрогравити от компании Interstep. Все элементарно собирается. Перепутать здесь что-либо просто-напросто невозможно. Отмечу качеством отделочных материалов. Сами лапки, они сделаны из алюминиевого. Сам пластик, он действительно идет добротный. То есть каким-то стремным, некрасивым, дешевым назвать просто-напросто нельзя. Вот эта спина, которую вы будете видеть, она сделана под кожу. То есть такой держатель не дурно подарить кому-нибудь на празднички. Сам по себе держатель универсальный. То есть сюда придает абсолютно любой телефон, который сегодня продается на рынке. Что нужно? Аккуратно опускаем. Соответственно срабатывает его крепление. Он начинает заряжать ваш телефон. Держатель идет с сенсором гравитации. Что защищает его от ложных срабатываний. Как это бывает с держателями с оптическими сенсорами. Начинаем его снимать, убираем нагрузку. Только после этого он открывается. Все элементы держателя, с которым будет взаимодействовать ваш телефон, они прорезинены. Таким образом ничего у вас никак не поцарапается. Также есть вот такой инновационный держатель для дефлекторов. То есть что мы можем сделать? Установить его на дефлектор, закручиваем до конца. Он прорезиненный с металлической затяжной шайбой. С ним вы точно можете не бояться, что ваш любимый телефон упадет. Такой держатель не стыдно купить самому себе для повседневного использования. Или подарить кому-то из друзей на ближайшие праздники. Он приедет к вам в приятном чехле, в хорошей коробке. И в ней будет все самое необходимое. А сейчас у ребят из Интерстеп есть дополнительное предложение. При заказе на фирменном сайте автомобильное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки будет идти в подарок. Все ценные подробности по данному устройству ждут тебя по ссылке в описании. Друзья, всем привет! И в этом видеоролике мы с вами будем покупать 5 абсолютно разных автомобилей. Покупателями этих машин будут люди, которые приехали из регионов. Каждому из которых я задал вопрос, откуда деньги, ну как заработал, как купил, почему эта машина. То есть этот сюжет будет наполнил полезной информацией. Я расскажу вам о скидках, шмидках, в общем все, что мы с вами любим. На данный момент 19 декабря 2019 года, год подходит к концу. Друзья, скидки заканчиваются, все остальное, подобные сюжеты будут выходить только в следующем году. В общем, я не буду размазать кашу по тарелке, присаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас будет микс, я бы сказал, оливье. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Первый автомобиль, который нас сегодня с вами встречает, это кто? Это Audi Q8. Розничная цена этой машины 6 миллионов 811 тысяч рублей. Человек ее покупает за наличный расчет с учетом трейд-ин. По трейд-ин он сдает Kia Optima 2017 года в комплектации GT Line. Пробег на автомобиле 21 тысячи, ее оценили ему в 1 миллион 240 тысяч рублей. Дали дополнительную скидку в размере 50 тысяч рублей. Его оценка полностью устроила, он исключительно скидывает автомобиль, то есть у него нет желания его продать подороже, ему было пофигу. Хотя на вторичку он мог бы его продать подороже. Какая скидка на эту машину? 844 тысячи рублей. То есть мы забираем автомобиль по цене 5 миллионов 970 тысяч рублей. Это вот голая цена автомобиля без учета доп. скидки за трейд-ин. Что нам дают в подарок? Это зимняя резина. Здесь колеса стоят 21-й. Соответственно, цена резины, я думаю, 1100 с учетом шиномонтажа как минимум. Я знаю, вы скажете, опять какой-то богатенький человек, какой-то сын депутата, либо сам депутат. Я у него спрашиваю, как, что, ну расскажи ты людям, откуда деньги. Знаете, какой ответ? Биткоины, инвестиции. Соответственно, человек приехал, общаешь с ним исключительно простой человек, очень добродушный, говорит, ну вот стараюсь, тружусь, заработал. При этом это не москвич, он приехал с региона, пожалуйста, одним днем за наличку докупил себе вот такой автомобиль. Посмотрите на это с точки зрения, как мотивация. Нужно трудиться, нужно зарабатывать. Кто хочет, у того это получается сделать. От себя подчеркну, что были предложения выгоднее, чем вот это. То есть здесь у нас суммарно скидка 844 тысячи рублей. Были дилеры, у которых машина, например, стоит 6,5 миллионов, а они ее готовы отдать там за 5,5 миллионов. Даже ниже 5,5 миллионов были версии. Но там ему не понравилась комплектация. Соответственно, здесь он покупал то, что он хотел. Мы прозвонили всех дилеров, у этого дилера мы с вами для камеры первый раз. Соответственно, можете воспринимать как новую заказанную рекламу от официального дилера. Середина декабря, вторник, обычный серый день. На улице все серое, снега нет. А для кого-то вот сегодня день начался с приятной покупочки, новый Q8. Друзья, я бы мог вам показывать сейчас договора, показывать, какая цена в них. Я, возможно, даже выведу на экран. Но поймите правильно, очень часто люди пишут, ты все придумываешь, скидок не бывает. Ну как не бывает. Вот вам, пожалуйста, живой пример. Сейчас человек сядет на этот автомобиль и уедет домой. Зачем мне вам сочинять о том, что скидки есть? Их нужно добиваться. Зачастую люди пишут мне в личные сообщения о том, что они нашли еще более выгодные предложения. И подчеркиваю, покупают они их за наличный расчет без учета кредита, трейдина. Почему я все делал на этом акцент? Потому что в кредит можно людей обмануть. Накидать там дополнительных продуктов, при этом сказать, что скидка 2 миллиона на автомобиль. Ну что, ребята, пришли мы за нашей красавицей. Все документы оформлены, машина наша опа, поздоровалась. В общем, сейчас садимся и уезжаем домой. Все, что остается сделать, это только лишь поставить тачку на учет. Вот такая картина. Казалось бы, хмурый серый вторник, а у кого-то приятное событие. Порадуемся за человека и летим с вами дальше. Всего лишь пшик, а мы с вами перемещаемся к следующему дилеру. Угадайте, где мы и что мы с вами забираем. Раз, два, три. Забираем мы сегодня Mercedes C180. Он идет на заднем приводе в комплектации Sport. У нас здесь есть доп. оборудование. Это расширенная приборная панель. Вот такая электронная у нас есть вставки под дерево. Что смотрится на самом деле очень круто. В более простых версиях будет просто пластик. Часы, но это как бы оно было, мы этого не просили. И расширенная подсветка салона. То есть здесь вот 34 цвета. И самое интересное, что вот этот цвет автомобиля, вот этот темно-серый, это можно сказать для Mercedes C-класса пока что уникальный цвет. Ранее их в такой цвет не окрашивали. Вот это первая машина, которая приехала в Москву. Вообще машина стояла на улице, приезжает ее покупать молодой парень. Не нужно думать то, что ага, вот это сынок, наверное, депутата. Нет, вполне адекватный молодой человек. Ну и конечно же я задал наш любимый вопрос. Где ты работаешь, кем ты работаешь, откуда деньги? Парень все рассказал. Очень приятный человек, на самом деле приятно было пообщаться с ним. Работает инженером. То есть что он делает? Когда строятся новостройки, он тот самый человек, который делает полную планировку квартир, где будут идти розетки, проводка, канализация. Он это делает от и до в течение месяца. Условно ему ставить задачу, он выполняет ее. Зарплата, так улыбнулся, посмеялся, говорит, побольше, чем полмиллиона. Хотел купить себе Мерседес, вот покупать. Жена, есть дети, то есть парень заработал, парень старался. Розничная цена этой машины 2 миллиона 920 тысяч рублей. Подчеркиваю, машина приехала в Москву буквально неделю назад. То есть это совсем свежая машина, на нее даже ПТС еще нет, мы вот ждем ПТС. Мы забираем эту машину по цене 2 миллиона 344 тысячи рублей. Нам дарят в подарок один слой жидкого стекла и еще ряд доп. оборудования, которые я вам сейчас вывожу на экран. На данный момент на улице идет дождь. Основная задача человека приехать, сейчас увидеть машину, посмотреть договор, все подписать, оплатить. Сейчас купил себе Мерседес, отправляется в аэропорт, летит в жаркие страны на недельку отдыхать. Потом прилетит, заберет Мерседес, уедет куда-то, пару дел по работе, опять куда-то улетает. Поэтому, друзья, вот порадоваться человека, никогда никому не завидуйте. Знаете одно, что все в ваших руках, трудитесь, старайтесь. И я уже вижу ваши комментарии, что вы скажете 2 344 за задний привод, за Мерседес, за АЦ-шку, ну это как-то многовато, друзья. Это такие цены сейчас. Раньше самую простую, самую базовую версию Мерседеса, вот год назад, можно было забрать за 2 2100. На сегодняшний день за 2 2100 голую версию, ну я не знаю, это надо уж очень сильно постараться, за наличный расчет найти машину. В принципе, теоретически, реально, но вот этот автомобиль гораздо интереснее. Выглядит даже одни только вставки по дереву, чего стоят. Ну, понимаете правильно, вы будете в машине находиться, хочется, чтобы автомобиль соответствовал вашим пожеланиям, а не так, что вы покупаете Мерседес исключительно ради скидки, вот ради самой низкой цены. Есть такие люди, покупают базовую версию и наслаждаются. Тут уже решать каждому из вас. Значит, касаемо скидок и то, что я рекламирую дилеров. Друзья, вот такая реклама нафиг никому не нужна. Я пришел, просто с менеджером хорошо общаемся, говорю, загоните машину, чтобы я спокойно поснимал, чтобы не было видно, где я, чего я, как я. Поймите правильно, когда вы приходите к дилеру, все хотят вам продать машину с наценкой, все хотят вам, чтобы вы доп. оборудование купили, чтобы вы вообще что-то купили, каску купили, еще что-то. В нашем случае нам только дарят, мы лишь покупаем здесь резину, потому что ну в пол уже опустились, как бы дилер уже говорит, типа, все, ребят, никаких дополнительных скидок я больше делать не буду. Суть в следующем, хотите получить скидку, садитесь за телефон, прозванивайте всех. Еще раз вам хочу лишь напомнить, что основная цель этих роликов показать вам о том, что скидки на автомобили есть. Вот многие из нас жалуются о том, что куда эти цены растут, а в следующем году они расти будут еще больше. Друзья, имейте в виду, что торговаться можно, это уместен торг. Те, кто пишут, да этих скидок не бывает, это только в интернете тут у тебя скидки. Поймите правильно, куча людей каждый день покупают автомобили. Вот вы прокатитесь самим по дилерам, по выходным дням у них просто битком все, как и в масс-сегменте, так и в премиум-сегменте, везде народ есть. Я вижу, я читаю статистику, я понимаю, что говорят о том, что вот в следующем году спад на автомобиле будет, будет, но сегодня звонки обрываются, куда не придешь, будет недель, выходной день, везде, повсюду народ. Одни говорят, у нас продажи падают, но тем не менее, вот так вот то, что хочешь по сторонам, что что он, автомобили все равно люди покупают. Поэтому хотите скидочку, звоните всем, не спрашивайте, как его получить. Нужно прорабатывать, нужно искать, нужно бегать, прыгать. Найдете скидку, считай, сэкономили денег. Как у нас поговорка есть, сэкономил, считай, заработал. А думать, что все эти ролики реклама, подвох какой-то, я вас призываю приехать к этому дилеру, да езжайте, куда хотите, где вам выгоднее, там и покупайте. Вот это самое главное. Таким образом, скидка на данный автомобиль у нас получается 500 тысяч рублей. Ну а мы с вами летим дальше, перемещаемся в следующий день, где будем забирать автомобиль попроще, который многим из вас понравится. В общем, зачем вас томить завтрашним днем, когда секунда, и мы на месте. Раз и наступает новый день, мы с вами перемещаемся к новому дилеру. А кто нас здесь встречает, это, друзья мои, Tiguan, комплектация Winter Edition с пакетом Comfort. Вот цена данного автомобиля 1 миллион 708 тысяч рублей, что уже, собственно, можно сказать, более доступный автомобиль. Как вы видите, мы с вами идем на понижение, чтобы были разные машины, и дорогие, и недорогие. Так более того, этот автомобиль мы покупаем в кредит. Смотрите, прямая скидка от дилера 88 тысяч рублей. Мы берем кредит под ставку 11,5%. Что есть у нас в стиле кредита? Мы договорились с дилером так, что здесь будет только услуга GAP. Она стоит 30 тысяч рублей, и здесь есть карта помощи на дороге, которую мы как бы покупаем за 15 тысяч рублей, но тем самым дилер нам компенсирует ее путем установки сигнализации с автозапуском, которая, ну, как минимум, стоит 16,5 тысяч рублей, самая бюджетная версия. То есть страховок жизненно бешеной суммы, ну, свыше 100 тысяч рублей, у нас абсолютно ничего нету. Страхование GAP на первый год, как правило, люди, многие сами выбирают, то есть оно может быть полезным. Опять же, мы предберем на 5 лет, то есть тем самым со ставкой 11,5%. Человек действительно сэкономит своих денег по выплате процентов. Откажись от всего, процентная ставка была бы, ну, примерно 15-16. То есть это реалии, когда вы берете голый кредит безо всего. Те ситуации, когда ты берешь кредит, там, по 10,8, такое есть. Это можно сделать, это нужно делать некое переливание, я вам про это все рассказывал. Ссылочки активные остаются в описании. Что нам дарят еще? Естественно, нам ставят на автомобиль сетку, нам дарят зимнюю резину, не шипованную, то есть как человек выбрал сам. Антишум, антигравий, днища, ковры в салон, ковры в багажник и, собственно, сигнализация с автозапуском. И важный момент, что с этим автомобилем, что с Мерседесом, скидки были получены, когда автомобили были еще в поставке. Вот эту машину, когда мы торговались, ее не было в Москве, то есть она только ехала, это горячий пирожок. Это не так, что машина стоит здесь год-два, как некоторые рассказывают, а, наверное, она здесь год стоит. Нет, эта машина только-только приехала вчера, на нее все поставили, вот сегодня утром мы уже пришли ее забирать. Автомобиль покупает девушка тоже из региона. Ну и, конечно же, я задал наш любимый вопрос, кем ты работаешь, как ты зарабатываешь. Покупательница этого автомобиля, 24 года, эта девушка, она занимается бизнесом, у нее есть свое ИП, и она продает игрушки. Она делает сама игрушки. Я вам сейчас вывожу Инстаграм на экран не для того, чтобы прорекламировать, а для того, чтобы показать, что вот, пожалуйста, человек, сам придумал, продает игрушки за границу, и тем самым зарабатывает денег. Ни мамка, ни папка, ни брат, ни сват и так далее. Никто не помогает. Кто хочет, придумывает, делает, зарабатывает. Вот вам, пожалуйста, ответ, откуда деньги. Заработала. Таким образом, ситуации бывают разные, комплектации бывают разные, скидки бывают разные. Здесь же мы покупали автомобиль, на который нам сделали скидку 400 тысяч рублей. Все мы купили на честных условиях, кто бы что ни писал. Я тогда вам показывал все договора, все есть, все прозрачный. Человек читал комментарии вашим, удивлялся о том, что вообще откуда столько у людей бывает недоверие, подозрения. Битая машина, годовала, все свежее, все новое. И, конечно же, хочу отметить, что раньше, вот еще когда только появились эти Winter Edition, эти машины были еще доступнее. То есть были больше скидки, были старые цены. Сейчас мы покупаем автомобиль по уже новой цене. Соответственно, друзья, вот в ноябре куда выгоднее можно было купить этот автомобиль. Но на сегодняшний день мы договорились в силу того, что у нас еще есть подарки, дополнить. Та же самая резина, это все деньги, это все нужно выпрашивать. Не каждому это дарят, поверьте мне на слово. Все, наконец-то наша сделочка подходит к концу, автомобиль наш прогревается, и мы сейчас готовимся отправляться домой. Вот так вот, друзья, все купили, все у нас получилось. Никто нас нигде не обманул, нас, как говорится, не проведешь. Мы с вами летим дальше, потому что у нас для вас сейчас будет интересненький автомобиль. Вот эту интересную Octavia. Значит, смотрите, это мотор 1.8, все как вы любите, пакет VRE, и идет дополнительно здесь опция обогрев лобового стекла. Розничная цена вот такого автомобиля 1 миллион 656 тысяч рублей. Обращаю ваше внимание, что он на 16 дисках идет. Нам дарят в подарок зимнюю резину и делают скидку прямую 156 тысяч рублей. То есть мы за наличку забираем этот автомобиль по цене 1 миллион 500 тысяч рублей ровно. И отмечу вам, что с 23 декабря 2019 года Rapid, Octavia в частности, поднимаются в цене на 20 тысяч рублей. Это только начало. То есть, соответственно, сегодня мы покупаем его со скидкой 156 тысяч рублей. С 23 числа он будет стоить только дороже. Скидки можно найти и больше. Я покупал Octavia со скидкой 180, даже до 200 тысяч доходило. Но это было просто более богатой комплектацией, нафаршированной, которую дилеры привозят. Но они, например, не пользуются спросом у людей. Соответственно, машина постоит там пару месяцев и уже готова сделать у нее хорошее предложение. Комплектация у нас идет Style, без кожаных сидений. Ну, я вам показываю, собственно, салон. Смотрите, сами оценивайте. Подошел бы вам такой автомобиль, не подошел бы. Человек берет, будет кайфовать, хотел себе гоночку, но вот получает себе гоночку с чем? С DSG, друзья. И, конечно же, наш любимый вопрос, кем ты работаешь? Человек попросил опустить этот момент, тем не менее, не стал скрывать, что на данный автомобиль он взял потребительский кредит в размере 350 тысяч рублей. Таким образом, большая и значимая часть суммы у него была на руках. И вопрос, как же выгоднее купить все-таки за наличку или в кредит? Я запишу отдельный ролик, где детально расскажу, что такое кредит ради скидки, когда это работает. Кратко, 90% случаев кредит это обман. И вот 10% действительно что-то с банка да можно выцегонить. Иной раз это бывает 100 тысяч рублей, где это действительно в вашу пользу. Но в большинстве своем, когда вы покупаете особенно дорогие автомобили, BMW, Mercedes, Audi, вот здесь всегда лучше приходить с наличкой, потому что если брать у них по этим всем программам ниже 10%, это только на словах. Вот поверьте мне на слово, всего придется добиваться. И вообще на честных условиях никак вам не дадут ставку там 5% на 3-5 лет, чтобы там не было никаких дополнительных продуктов. В общем кредит это одно сплошное нагибалово, но тем не менее лазеечка есть, когда банк можно хоть чуть-чуть донагнуть. Покупатель данного автомобиля точно так же приехал с региона. Обращался у себя к местным дилерам, какие скидки, ты чего, о чем ты максимум, что можем, это ковры в салон подарить, сетку. Но при этом я вам отмечу, что по стране точно так же люди пишут, что у себя в городах, где один дилер находит достойные предложения. Я уж не знаю, почему одним получается выбивать скидки, другим не получается. Здесь наверное все зависит больше от вас, нежели чем от дилера. Но с другой стороны, когда один дилер, нет конкуренции, тяжелее. Здесь же позвонили одному 100 тысяч, 120, 130, нашли ту машину вот в том цвете, в той комплектации, которую он хотел. На этом мы с вами не заканчиваем, перемещаемся дальше к следующему дилеру, где заберем еще один немецкий автомобиль. Полетели. Пшик, и мы с вами уже у следующего дилера заключительного для этой серии. Друзья, как вы думаете, где мы? Ну я конечно же понимаю, что вы догадались. В нашем случае мы покупаем за 2 миллиона 320 тысяч рублей версию бензиновую, при этом мне предлагали за 2 миллиона 90 тысяч версию с дизельным мотором. Отличие будет на самом деле незначительное, за исключением мотора. Это по селектору переключения коробки передач. Вот я вам показываю, как он выглядит в бензиновой версии, и вот я вам ввожу на экран, как он выглядит в дизельной версии. Ну и в первую очередь владелец, покупая автомобиль, хотел именно себе бензиновый мотор. В подарок идет только задняя тонировка. Все. Резину человек покупает за свой счет, каска он делает по своему желанию. Это абсолютно новый автомобиль. Тут есть такие некоторые изменения, которые характерны для этого автомобиля. То есть это как бы можно сказать рестайлинговая такая версия, но эти все изменения они незначительные, но тем не менее они есть. Это важно. Подчеркну, что ранее, вот например, в сентябре, в октябре, в ноябре эти машины, особенно с бензиновым мотором, самую простую версию можно было купить по цене даже чуть ниже, чем 2 миллиона рублей. А на сегодняшний день всю Москву перерыли на декабрь месяц. Минимум 2,100 при условии каска, подчеркиваю. Обязательно всех приглашаю в комментарии высказывать ваше мнение, потому что, на мой взгляд, ну вот так вот, если отталкиваться от бензинной версии, удалось ее забрать бы, допустим, за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Ну вот посмотрите, полноприводный паркетник для города, небольшой, но в тот же момент вместительный по салону. Ну, на мой взгляд, вполне неплохая машина, особенно в М-пакете, вот посмотрите, просто морда, ну смотрятся реально агрессивно, здоровые ноздри, то есть вот с черным стайлингом, с каким-нибудь, ну машина реально будет выглядеть пушечно, особенно если на лето посадить какие-нибудь здоровые колеса, ну в общем для молодежи, там для девчонки, для молодого парня, ну действительно машина будет классная. В частности, эту машину покупают в подарок жене, ну и конечно же вопрос к покупателю, откуда ближка? Ответ прост, предприниматель занимается простыми словами логистикой, своя организация, своя фирма, грузы доставляет, грузы отправляет, грузы принимает, зарабатывает, решил купить в подарок жене. Самый частый вопрос мне, посоветую дилеру, куда приехать, то лучше всего скидывать, нет таких дилеров. Сегодня у этого покупаем, завтра покупаем у другого, а послезавтра у третьего. Поэтому, друзья, звоните, чтобы сэкономить ваши денежки. Вот таким получился ролик. Я надеюсь, вы услышали хоть чуть-чуть, но полезной информации. Пишите ваши комментарии по каждому автомобилю, который вы увидели в этом сюжете. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok